Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. Какая тачка круче? Тойота Алтеза или Тойота Марк 2? Две тачки из обновления, но какую действительно из них выбрать? Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. Многие, реально многие игроки задаются этим вопросом и спрашивают у меня, что круче. Во-первых, хочу сказать, что по ценнику плюс-минус они одинаковые. Тойота Алтеза стоит 800 тысяч, Тойота Марк 2 чуть подороже стоит лям. То есть, у них ценовая категория, ну, плюс-минус одинаковая. Единственное, ну, вот эта разница в 200 тысяч Марк дороже. Но, почему они могут отличаться? Во-первых, конечно же, их добавили две сразу в одном обновлении. Да, это мы прекрасно знаем. Ну, в симулятор автомобиля 2 в МТА Провинции их добавили ещё давно, потому что это тачи действительно популярные. Хочу сказать, что по размерам они действительно одинаковые. Хотя нет, мне кажется, что Марк 2 всё-таки побольше, подлиннее. Давайте даже вот так сейчас приблизимся, поближе вот так подъедем. Всё-таки вот смотря на Алтезу, она смотрится как городской седан. Да, Марк 2 по-любому длиннее, хотя бы чуть-чуть, но длиннее. Но давайте посмотрим, в чём ещё у них отличия и что вообще лучше. Вообще, как по мне, Алтеза смотрится намного посовременней, посовременней передней частью тачки. Видно, что Марк, конечно же, уже устаревший такой вот. Но это не в обиду легендам, ну, всему, кто любит Марк 2 и всё такое такое. А задняя часть, я хочу сказать, что тоже у Алтеза, как по мне, посовременней. Но у Тойоты Марк 2 она тоже симпатичная и смотрится прикольно. Но в любом случае, эти две тачки добавили для дрифта, но всё-таки для дрифта Марк 2, как по мне, лучше. Ну, там ещё один есть, конечно, автомобиль, если не ошибаюсь, там, Ниссан Силе или ещё какая-то из Тойота. Но это уже тема другого разговора. Сегодня мы будем сравнивать именно вот эти две тачки. Давайте сравним подкапотку, где круче, что вообще лучше. Конечно же, подкапотка у Алтезы, она более такая вот реалистичная. Она сделана из, собственно говоря, я так понимаю, фотографий настоящих моторов подкапотки и уже добавлены выпуклости. А вот у Марк 2 это полностью нарисованные детальки, хотя нет, и у неё тоже что-то подобное. Но, как по мне, плюс-минус они проработаны одинаково. То есть тут даже не сказать, у кого-то что-то круче. Также салон, что хочу сказать. У каждой тачки действительно отличный салон, максимально крутой. То есть что там, что там салончик выглядит просто отлично на 5 с плюсом, потому что он проработанный, он идеальный, он чёткий. И у него нет никаких нареканий, как по мне. То есть всё действительно тут смотрится отлично и без каких-либо проблем. Далее, что ещё тут можно взглянуть? Также и Марк 2, у которого тоже салончик большой, просторный. Вот я могу сесть вот тут вот сбоку и да вот так. То есть всё отлично. То есть, ну единственное, что давайте их сравним по скорости. Посмотрим, что они могут выдавать на, собственно говоря, если их проверить на то, как они быстро ездят. Поэтому давайте сейчас поедем вот сюда. Вот на наш такой вот, мой точнее, проверочный гоночный трак. Ну вот, собственно говоря, в порт. Потому что я в порты теперь люблю ездить, чтобы сравнивать скорость. Давайте прямо вот отсюда возьмём и начнём проверять, что он вообще выдаёт, этот автомобиль. И уже 150 кмч мы едем. Отличненько. И вот до конца порта нам остаётся считанные секунды. И 200, 200, короче, он выдаёт. Но это не максимальная скорость, потому что по трассе мы на нём давали ещё быстрее, ещё больше. Мы выдавали там 200 с чем-то, 245, по-моему, была максимальная скорость. Но вот на порту мы 200. То есть сейчас разогнали его. В принципе, достойный аппарат, достойная скорость. И чувствует себя автомобиль уверенно. Вот, то есть он тудемо-сюдемо делает, прям по кайфу. И чётненько вот прям управляется. Да, 200, короче, мы сделали. И ой-ой-ой-ой-ой, я утопил Mark II. Вот это просто супер. Вот это я, конечно же, молодец. Не собирался, конечно, на такую суету подписываться. Не ожидал, не ожидал, не ожидал. Но, ребята, увы, чё-то пошло не так. Слишком сильно разогнал. Короче, придётся сейчас вызывать эвакуатор. Я не знаю, чё-то делать. Как-то его доставать оттуда. Ну, а мы сейчас пойдём за Алтезой. Потому что Алтеза тоже у меня интересный автомобиль. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в НТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру себе на компьютер. И ты обязательно кайфанёшь. Потому что она абсолютно бесплатная. И в ней нет никакой либо рекламы. И большое количество машин. Ну, а также, чтобы сразу же получить много денег в игре, чтобы получить бонус, который вам поможет при старте. Для этого, ребят, смотрите, что вам нужно сделать. Зашли в игру. Нажали на буковку М английскую. У вас открылось вот так меню. Тут будет написан ваш ник. Бла-бла-бла. Вы переходите в раздел реферальная система с конца четвёртой. И вот тут в появившемся окне вам нужно ввести мой промокод LICITOP. То есть вот этот промокодик ввести вот сюда. И вы с лёгкостью получите крутой и очень интересный бонус. Так что пробуйте так. Ну, а пока у меня Тойота ЛТЗа на подходе. А с кайфом мне нравится она, как внутри смотрится. Просто кайфом не машина. Да, всё-таки, знаете, вот она посовременнее чувствуется в салоне. Вот тут, конечно же, без каких-либо вопросов. Литые диски тоже вот такие вот идеальные. Конечно, вот сзади вообще вот такой вот у них прикол какой-то, да. Вот то, что на крышке багажника они добавили, решили добавить ещё вот эти вот фары. Ну, это такой прикол Тойоты ЛТЗа. То есть тут вообще без обид. А мы отправляем сейчас разгонять его. Надеюсь, что всё-таки мы его в этот раз не утопим. А то как с Марком 2, чтобы не повторилась ситуация. Давайте. Опа. Кто-то на Марке 2 или на Сильвии там катается. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Будем тянуть, 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 тянуть. И нет. 200 он не даёт. 200 он не даёт. Чё-то он вообще не хочет. Давайте вот прям, вот, вот прямо от конца отсюда. Вот так вот. Вот прям вот отсюда. Вот прям в перетирочку. Вот так вот. Сейчас аж бампер притру. И вот стартанём. Вот проверим, даст ли он 200 на порту или нет. Но Марк спокойно давал. Тут видно, что уже на старте какие-то есть, не знаю, замедленные моменты. То, что сотку он не даёт сразу. И вот тут, ребята, что я хочу сказать. 160, 170, 180, 190. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Я еле-еле как сохранил эту Тойоту Алтезу. Не выдаёт она 200 км в час. Ну вот вообще, то есть от слова совсем. Поэтому тут вообще не рекомендую никому проверять Тойоту Марк 2 больше на скорость. Потому что, блин, аккуратно можно улететь и тачку оставить там. Поэтому в этом ролике побеждает Марк 2. Хотя я его просто утопил. Но в любом случае он показал себя лучше. Поэтому пишите вы, как вы думаете, что круче. Тойота Алтеза или Марк 2. Или их вообще сравнивать не стоит. Поэтому, ребята, кодовое слово будет Алтеза. Все, кто напишет слово Алтеза, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну а с вами был Личи. И всем до скорых встреч.